Всем здравствуйте! Скажите, пожалуйста, насколько меня слышно-видно? Если все слышно-видно, поставьте просто плюсик. Отлично! Хорошо, тогда начинаем. Сегодня мы с вами говорим про финансовую грамотность и будем разбирать такие моменты, как грамотное совершение покупок. Что нужно знать, на что нужно обращать внимание, об этом сегодня будем говорить. Меня зовут Дубинина Софья, я методист редакции географии, экономики и экологии, издательства «Просвещение». Если у вас ко мне будут какие-то вопросы, я попозже немножко в чат напишу свою электронную почту и обязательно все вопросы можете туда присылать. А мы с вами начинаем. Скажите, пожалуйста, вообще, кто ведет или кто учит финансовую грамотность в школе, у кого она есть как отдельный предмет или как спецкурс, кто-нибудь сталкивается с предметом финансовой грамотности. Мне это очень интересно действительно. Есть, нет, да, разные ответы. Ну, хорошо, тогда в любом случае та информация, которая сегодня будет, она интересна буквально для всех. И для учителей, и для учеников, и тех, кто изучает финансовую грамотность, и тех, кто не изучает, но очень хочет. Так что давайте начнем. У кого будут вопросы по финансовой грамотности, я вам потом расскажу, где посмотреть вебинары. Тоже очень интересно. Да, общество знаний затрагивается действительно эта тема. Да, сейчас это все очень хорошо развивается. Ну что, давайте начнем. Тема наша сегодняшняя – как грамотно совершать покупки. И хочется начать с чего? Что, я думаю, многие из нас сталкиваются с такой ситуацией. Если мы говорим про учеников, да, что дают ученикам какие-то карманные деньги или где-то в любом случае происходит заработок, появляются деньги. И эти деньги очень быстро на что-то тратятся. Иногда это происходит совершенно невзначай, да, то есть в торговом центре что-то или в магазине, да, где-то что-то. Какой-то сбой произошел. Так, отключился чат. Хорошо, продолжаем тогда так. И что мы сегодня обсуждаем, возвращаемся к теме обсуждения, что иногда получаются такие ситуации, что мы очень быстро тратим какую-то определенную сумму денег, а потом пытаемся выжить на остатки, грубо говоря, так это звучит, либо потом жалеем о том, что мы приобрели какие-то вещи, абсолютно не задумываясь о тех дальнейших действиях, да, которые требуют тоже вливания каких-то средств. Ну и тоже такая шутка, шутка, в которой есть доля правды, да, что семья в начале, даже не в начале месяца, это бывает всегда по-разному, обычно, когда люди получают заработную плату или какой-то доход, соответственно, тоже деньги быстро тратятся на вещи очень, скажем так, не всегда нужные, а потом в конце месяца или когда приходит время платить по счетам, то денег не хватает периодически. Вот именно такую проблему призваны решить те советы, которые я сегодня дам про то, как грамотно совершать покупки. Цель нашего сегодняшнего задания – это рассмотреть особенности совершения покупок, сформулировать правила совершения покупок и получить советы. Начнем мы с того, что рассмотрим, какие бывают покупки. Они бывают обдуманные, две больших группы, и эмоциональные. Вот в чем различие обдуманных и эмоциональных? Основные различия. Первое. В обдуманных решениях покупки принимаются заранее. Мы вынашиваем план совершения покупки. А эмоциональные – это без плана. Решение принимается абсолютно неожиданно. Увидели что-то, что-то понравилось, и тем самым совершается покупка. Второй момент. Учитывается соотношение цены и качества. Реальная необходимость данного товара или услуги. А в эмоциональных, наоборот, не учитывается реальная необходимость, а учитывается реклама, мнение посторонних людей, например, продавца в магазине. Третий момент. Покупка совершается в выбранном месте по итогам рассмотрения разных вариантов. То есть мы даже магазин подбираем. Магазин или то место, где... Что-то соединение сегодня совсем плохое. Давайте еще раз попробую отключить камеру. Итак, мы говорим про различия обдуманных эмоциональных покупок. Так вот, эмоциональные совершаются еще не в том магазине, который мы заранее выбрали, а в случайном месте, где мы оказались тоже случайно. И покупка будущего. Нам очень предмет понравился, и мы решили его купить. Это может даже не быть не сам предмет. Это может быть поход в какую-нибудь развлекательную индустрию, например, в кино или еще что-то. Мы совершенно не собирались в кино, потом раз увидели интересный фильм, пошли в кино и потратили определенную сумму денег. Это тоже эмоционально. И четвертый момент. Скидки и акции могут ускорить покупку, но принципиальное решение принимается заранее. То есть, если мы в любом случае хотим совершить эту покупку, то скидки и акции могут только нам помочь сделать это быстрее. А в эмоциональных здесь все наоборот. Скидки и акции – это основная причина совершения покупки. Мы заходим в магазин, да, грубо говоря, там скидка 50%. Мы такие, о, да, это нам нужно, мы это возьмем, берем. Потом, когда проходит время, мы понимаем, что покупка тоже была не совсем обдуманная, и те деньги, которые мы потратили, можно сказать, потратили впустую. Вот такие вот различия. И по этому поводу я предлагаю вам провести дебаты. Но так как связь у нас сегодня плохая, давайте вы проведете дебаты в кругу своей семьи, в кругу своих знакомых. Что такое дебаты? Дебаты – это, грубо говоря, спор с аргументами. И в каждых дебатах есть тезис, есть контртезис. Тезис – это, грубо говоря, правильная информация. Контртезис – это то, что мы на эту информацию пытаемся ответить, но тоже аргументированно. Итак, тезис в ваших дебатах я предлагаю, чтобы был такой. Необходимо всегда планомерно готовиться к совершению покупки. Попробуйте поговорить с родителями, с братьями, сестрами, с коллегами, если вы представляете учителей, со своей семьей, да, как необходимо совершать покупки. Планомерно или нужно баловать себя неожиданными покупками? Вот какая из этих двух мыслей вам больше подходит и что больше нравится? И какие аргументы вы можете привести в поддержку того или иного решения? Важно. Что нужно, чтобы эмоциональные покупки перешли в раздел обдуманных покупок? Что нужно делать? Во-первых, составлять план покупок. Причем это должен быть план покупок желательно хотя бы на неделю, в дальнейшем на месяц, дальше квартал, год, соответственно, по нарастающим. И третий момент – это список покупок. Если мы идем в магазин, даже за продуктами, да, у нас должен быть список покупок. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы купили все по списку, во-первых, ничего не забыв, во-вторых, чтобы у нас была уже четко установленная цель и отступления вправо и влево были недопустимы. То есть вот тех эмоциональных покупок со списком будет меньше, чем без списка. Без списка мы можем что-то забыть, что-то еще подумать, придумать и так далее. А когда есть четко ограниченный список покупок, с составлением которых нужно грамотно тоже подходить, здесь, конечно, уже вероятность того, что мы потратим больше денег, здесь уже будет меньше. Ну и, конечно, здесь очень важна именно дисциплина своя, да, и рефлексия. Дисциплина как проявляется? То, что мы, во-первых, должны научиться составлять планы список покупок, это первое. Второе, мы должны его исполнять. То есть даже будучи в магазине, даже со списком покупок, нужно держать себя в руках и, соответственно, покупать только то, что есть в нашем списке. Вот держание себя в руках и не поддаваться эмоциям, да, то, что мы видим, в большинстве случаев будет только на руку вам играть. И, конечно, рефлексия. Что значит рефлексия? Когда мы отходим от нашей, да, вот списка покупок, можно задуматься, придя домой, почему. Ну, или даже в магазине, это тоже будет неплохой прием. Почему мы хотим купить этот товар? Как мы его будем использовать? Как вы... Нас, да, наш внутренний голос от совершения таких покупок. Причем здесь даже можно не про свой внутренний голос. Если мы в компании с семьей или в компании с друзьями, мы видим, что наш друг тоже совершает, член семьи совершает необдуманную покупку, мы тоже можем задать эти вопросы, чтобы человек задумался и, соответственно, пришел к более правильному взвешенному решению, которое поможет совершить покупку. Или не совершить покупку, что тоже важно. Ну и советы, как их сейчас модно называть, лайфхаки, да, для совершения покупок. Первый лайфхак – это покупайте раз в неделю то, что потребуется каждый день. Это как раз возвращаемся к плану покупок, к списку покупок. И что здесь... Вот вся ситуация... Можно обсудить ситуацию, да, а потом уже сделать вывод. Например, Юля каждый день на завтрак ест вареные яйца и бутерброд с сыром. Во вторник у Юли закончился сыр, а в среду тоже сыр. Но это, конечно же, опечатка, закончились, допустим, яйца. А Юля вечером в среду после работы зашла в магазин купить продукты и купила больше, чем запланировала, в том числе незапланированные продукты. Почему ситуация такая произошла, то, что она купила незапланированные продукты? Потому что она зашла в магазин после работы, тогда, когда она явно хотела... Была голодна, да, и хотела кушать. Вот в такие моменты лучше обходить магазины, в принципе, с едой. И, соответственно, когда мы идем в магазин на сытый желудок, то покупок совершается меньше, и они действительно становятся более обдуманными, чем после работы мы это делаем, совершаем. Поэтому какой выход из ситуации? Если бы Юля рассчитала количество продуктов, которые ей понадобятся на неделю, то есть количество яиц и количество сыра, хлеба, да, что она еще употребляет на завтрак, если бы она рассчитала и купила это все на неделю вперед, да, на рабочие, допустим, пять дней, то ей бы не пришлось заходить в среду и тратить дополнительные деньги и покупать незапланированные продукты. Соответственно, это касается не только даже каких-то продуктов питания, это можно говорить и про какие-то потребительские вещи, да, которые нам вне продуктовой сферы находятся, и, соответственно, тоже планировать их покупку. Лайфхак второй. Совершайте сезонные покупки заранее. Это далеко не новый совет, да, я думаю, все его слышали. Почему? Потому что в сезон всегда магазины, все продавцы цены накручивают, потому что в сезон возрастает спрос. У нас же цена, да, идет от спроса и предложений, и, соответственно, чем больше спрос, тем больше будет цена. Поэтому здесь нужно подходить именно, смотреть, какие сезоны. Например, рассмотрим тоже пример. Во-первых, поговорим о том, какие покупки могут быть сезонными. Нет чата, но, значит, я буду говорить все сама. Например, что может быть сезонной покупкой? Покупка зимней одежды. Сезонная покупка. Покупка, например, лыжи, спорт инвентаря, тоже сезонная покупка. Покупка, допустим, что еще можно привести в пример? Так сразу сейчас не вспомнишь. Ну да ладно, например, какие-то покупки лодок, да, или надувных... Действительно, если мы будем покупать, например, какую-то зимнюю одежду летом, она будет стоить немного меньше, а может быть даже и будет хорошая большая скидка. Соответственно, на сезонных покупках тоже можно сэкономить. Третий лайфхак. Пользуйтесь кэшбэком и бонусными баллами. Вот это вот сейчас как раз очень такая популярная тема. Кэшбэк. Кэшбэк – это разновидность программы лояльности, при которой часть потраченных на покупку средств возвращается покупателю. То есть то, что мы потратили на покупку, нам вернется либо в виде денежных средств, да, либо в виде каких-то баллов бонусных. Это все и есть кэшбэк. Бонусные баллы потом также можно обменивать на какие-то другие покупки. Сейчас у многих, я думаю, даже у большинства карт, банковские карты, которыми мы все пользуемся, ученики в скором времени начнут пользоваться, да, у всех карт есть кэшбэк и вот бонусные какие-то программы. Единственное, будет у всех отличаться количество кэшбэка, сколько будет возвращаться, да, и какие-то другие программы. Кстати, даже не кэшбэком можно пользоваться не просто с привязкой к какой-то определенной банковской карте, есть даже определенные программы на телефонах, на смартфонах, то есть при совершении покупки просто мы эту программу включаем и какую-то часть денежных средств потом тоже возвращается. Очень интересные программы. И сейчас, кстати, вот по поводу бонусных баллов, сейчас большинство магазинов просто ввели систему бонусных баллов. В том плане то, что мы за месяц, например, совершаем какое-то количество покупок, и в конце месяца мы можем прийти и расплатиться бонусными баллами, частично или даже всю покупку, если так получится. Соответственно, это выгодно и магазинам, то, что они привлекают клиентов тем самым своими бонусными предложениями, это выгодно и нам. Бонусные баллы, они имеют свойство сгорать. То есть если мы их вовремя... В Райфайзен банке карта все сразу. Начисляются бонусные баллы за каждый потраченный 50 рублей с карты. Есть разница, единственное. С дебетовой карты начисляется 50 рублей, с кредитной карты начисляется за каждые 100 рублей. И таким образом накопившиеся баллы можно обменивать на бонусные мили у авиаперевозчиков, например. Можно обменивать на сертификаты в такси, в основном Яндекс.Такси, там какие-то другие тоже есть. И на сертификаты в интернет-магазине Озон. Вот самое выгодное, если сравнивать все эти предложения, самое выгодное интернет-магазин Озон. Потому что, например, 4000 бонусных баллов на карте все сразу в Райфайзен банке обменивается на 6000 рублей в магазине Озон. И действительно можно этим пользоваться, да, и 6000 рублей тратить в магазине Озон, а это сейчас очень популярный магазин, онлайн, да, магазин, и поэтому тоже очень выгодный такой вот обмен. При этом сертификат обменивается за 4000 баллов с карты, да, это я сказала. И на самом деле таких программ очень много, и это нужно внимательно к этому относиться. Если мы хотим получать кэшбэк и бонусные баллы, то прям вот вчитываться в подробности всех предложений. Четвертый лайфхак – это смотреть на цену, а не на скидку. Здесь очень яркий пример – это, конечно же, все эти распродажи в виде «Черной пятницы», «Киберпонедельника» и все, что сейчас стало модным. В чем их суть? То, что они, по сути, цену не особо снижают. Они просто сначала цену завышают, а потом делают скидку и возвращают как бы к нормальной, к обычной цене. Поэтому очень внимательно нужно относиться к «Черной пятнице» и всем этим «Киберпонедельникам». И если вы решили, да, если у нас покупка обдуманная, и мы какое-то время уже размышляем, что мы хотим купить, соответственно, нужно обращать внимание, сколько этот товар стоил, допустим, за две недели до «Черной пятницы» или за месяц до «Черной пятницы», и сколько он будет стоить в «Черную пятницу». И если он стоит так же, как он стоил до этого, то лучше подождать и купить этот товар после «Черной пятницы», когда, возможно, цена упадет даже меньше, чем была на «Черную пятницу». Или, да, вот если они одинаковые, то в любом случае она будет, возможно, даже станет меньше. И, конечно же, чеки тоже сейчас очень много в интернете ходят таких, скажем так, веселых приколов, когда показывают ценники, да, это вот один из них такие примеры, где, например, зачеркнута одна цена, пишут точно такую же цену вот на «Черных пятницах», там на всех других распродажах, или наоборот, пишут более маленькую цену, зачеркивают, и уже как новый ценник пишут большую цену. То есть разные такие есть интересные моменты. И это, конечно, все очень весело и смешно, но, тем не менее, это действительно так бывает. Поэтому обращайте внимание на то, что пишут в ценниках, и тоже это будет большим подспорьем в цене, вот как в обозначении цены товара. Что касается, вот, например, если сравнивать продукты, то там тоже могут, на ценниках может быть полезная информация. Например, если мы покупаем какие-то продукты, которые идут по весу, то иногда там указывается цена и за килограмм, или за 100 грамм. И вот сравнивать эти качественные показатели тоже полезно, потому что иногда выгоднее покупать в каких-то других объемах, чем предлагается вот в товаре. Соответственно, тоже обращайте на это внимание. И пятый лайфхак – это исходите из потребностей, а не из скидок, и сохраняйте здравый смысл. Что здесь? Обсуждение ситуации. Сейчас посмотрим. Кирилл приехал купить продукты на неделю в гипермаркет. Один из пунктов покупки – йогурт. Когда он подошел к холодильнику с йогуртами, он увидел, что продавец предлагает ему в подарок аж два йогурта при покупке десяти аналогичных продуктов. Какие у нас условия? Кирилл в семье один ест йогурты. Максимум одну упаковку один раз в день. Больше он есть не будет. Срок хранения йогурта – шесть дней. Таким образом, что мы должны здесь посмотреть? Это, конечно, выгодно. Такое заманчивое предложение, когда нам предлагают что-то в подарок при покупке таких же продуктов. Но давайте посмотрим. У йогурта срок хранения – шесть дней. Значит, двенадцать упаковок йогурта, которые купит Кирилл, ему нужно съесть за шесть дней. Но он их съесть не сможет, потому что он ест только одну упаковку один раз в день. Значит, все остальные йогурты, а их половина – это шесть других йогуртов, они пропадут. И те деньги, которые он потратил, даже несмотря на то, что он заплатит только за четыре йогурта, два ему дадут в подарок, тем не менее он потратит эти деньги впустую. Поэтому обязательно нужно понимать, какой товар, какой срок годности имеет, и, соответственно, сможем ли мы съесть, да, или употребить этот товар за тот или иной промежуток времени. Вот. Поэтому здесь нужно обязательно… Причем здесь опять ситуация не только про продукты питания, здесь абсолютно про все ситуации. Если мы видим большую скидку, задумайтесь три раза, нужно ли это покупать, не станет ли это просто потерей ваших средств. И это мы говорили про обычные покупки, когда мы идем в магазин, но есть у нас еще и сейчас все больше и больше становится таких дистанционных покупок, и вот в связи со сложившейся ситуацией их сейчас будет все больше и больше таких покупок. Вот к ним применимы все то, что я уже до этого говорила. Что нужно учитывать в дистанционных покупках? Это неопределенный внешний вид, потому что мы этот товар потрогать не можем, если только мы его уже аналогично когда-то не покупали и просто сейчас заказываем через интернет, а не идем в магазин и не покупаем. Здесь есть отложенная доставка и оплата, то есть здесь могут возникать ситуации непредвиденные, и это тоже нужно учитывать. То, что, например, если мы продукты питания заказываем, то они могут и испортиться, и еще что-то произойти. Ну и, конечно же, дистанционные покупки сейчас, да и всегда они таковыми были, это большой риск мошенничества. Поэтому тоже очень внимательно нужно относиться к тем сайтам, где мы совершаем покупки. Нужно смотреть, я сейчас расскажу, на что конкретно нужно смотреть при совершении таких покупок. Так вот, если мы говорим про безопасность в интернете, что нужно обязательно делать. Во-первых, обязательно подключайте услугу СМС-оповещения от банков для своей банковской карты и авторизацию плачежа через СМС. Если вы совершаете какую-то покупку, обязательно вам придет СМС, где вы его получите на свой мобильный телефон, и, соответственно, уже увидите, да, сколько стоимость этого продукта, да, и так далее. Очень полезное такое вот введение. Вводите данные своей карты только на защищенных сайтах, адрес которых помечен индикатором безопасности в виде замка и начинается с HTTPS. Вот есть сайты, где просто идет HTTP и заканчивается на этом, а есть HTTPS. Вот эта буковка S как раз говорит, например, вот если вы посмотрите сейчас на строку браузера, где у нас написано eventswebinar.ru, как раз здесь тоже есть такой замочек, это говорит, что сайт действительно безопасный. Третий вопрос. Никогда и никому не сообщайте полные данные своей банковской карты. Не привязывайте свои банковские карты к, например, магазинам AliExpress или еще что-то. Вероятность мошенничества очень большая. Несмотря на то, какими телефонами вы пользуетесь, в любом случае программы, которые взламываются очень просто, их сейчас много, в том числе и вот такие вот китайские онлайн-магазины. И лучше каждый раз, если вы уж пользуетесь такими сайтами, как Joom, например, или AliExpress, сейчас очень много таких сайтов и программ, лучше каждый раз просто вводить данные при оплате. Но запоминать карту там ни в коем случае не надо, чтобы данные там сохранялись. Что-то у меня с презентацией не переключается. Четвертое. Совершайте интернет-платежи с помощью отдельной платежной карты и пополняйте ее только на сумму предлагаемой оплаты. Предполагаемой. Вот это вот очень хороший совет. И действительно, если вы не пожалеете своего времени и сделаете такую специальную карту, где, кстати, можно подобрать программу с кэшбэком, с хорошим, то лучше иметь такую карту и просто переводить на нее или как-то заложить деньги непосредственно на ту сумму оплаты, чтобы в случае чего там мошеннические действия не могли с нее списать больше, чем вы хотите потратить. Пятый момент. Не совершайте покупки на сайтах, вызывающих у вас подозрения. Если сайт... ...устройство, то есть либо это мобильный телефон, либо компьютер, обязательно нужно, чтобы все это антивирусная программа была установлена правильно. Ну и, конечно, не надо забывать, что есть защита прав потребителей. В любом случае мы можем свои права каким-либо образом отстаивать. Закон, вот я его сейчас привела, его можно с легкостью найти в интернете, почитать, посмотреть какие-то особенности всех тех защиты прав. И какие основные случаи, когда мы говорим про защиту прав потребителей. Товары или услуга некачественные. Товары или услуга качественные, но не подходят по другим критериям. И доставка позже оговоренного строка. Вот в этих случаях мы точно можем обращаться в Роспотребнадзор по защите прав потребителей. И если еще товар или услуга вообще не предоставлены, это тоже ключевой такой момент, когда мы можем обращаться в Роспотребнадзор. Вот. Ну и у меня для вас есть две задачи. Но сейчас у нас на это время, конечно же, уже не остается. Но презентацию вы можете скачать и посмотреть, насколько хорошо вы сегодняшнюю тему поняли. задача один и задача два. Вот задача один, она очень легкая, скажем так, для разогрева. А вот вторая задача уже более сложная. Вот давайте так, кто ее первый решит и пришлет правильный ответ мне на почту, получит подарок. Вот издательство просвещения. Сейчас напишу почту. Так, что-то у меня не ушло. Давайте я ее продиктую. С как доллар, дубинина, английскими буквами собака просв.ру. Первый правильный ответ. Я потом отпишусь, кто это будет, и пришлю после карантина подарок за участие в сегодняшнем розыгрыше. Ну и таким образом, спасибо за внимание. Здесь еще есть небольшие выводы. Тоже в презентации посмотрите, какие выводы, да, сегодня можно сделать. Что, во-первых, необходимо планировать покупки с учетом сроков и примерных затрат. А во-вторых, отправляясь в магазин, важно придерживаться намеченного списка и общего плана. Кстати, списков, да, сейчас даже в смартфонах очень много есть программ, которые позволяют создавать список покупок. Можете об этом тоже родителям или сами пользоваться, или рассказать об этом своим друзьям и родителям. И есть еще такой момент к вам с вопросами. Подумайте. Важно ли соблюдать обсуждаемые правила покупок тебе лично или всей твоей семье или всем твоим друзьям? И что, на твой взгляд, является наиболее важным при планировании покупок? Какой пункт, какая деталь? Может быть, это дисциплина, может быть, это сам подход к планированию покупок? Вот что ты считаешь самым важным? И какие правила, может быть, вы уже соблюдаете, а какие только намерены соблюдать? И напоминаю, что еще у нас дебаты запланированы. Вот обязательно тоже поговорите со своими друзьями и близкими. На этом я заканчиваю. Благодарю за работу и удачных вам покупок. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok